Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Иоанна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам. Всегда станем прославлять Бога своей заботливостью в жизни, а не будем полагаться на добродетели предков, имея в виду пример иудеев. Ведь нету христиан, нету родства плотского, а есть только близость по духу. Таким образом, Искиф делается сыном Авраама, а сын Авраама становится для него более чуждым, нежели Искиф. Потому не будем полагаться на заслуги отцов, но хотя бы ты имел и удивительного по жизни родителя. Однако же не думай, что этого достаточно тебе для спасения, чести и славы, если ты не сделаешься родным ему и в нравах. А рано, если бы ты имел дурного отца, не думай, что и ты вследствие этого подвергнешься осуждению и позору. Хотя бы сам после ты и жил хорошо. Что было без славы неязычников? Однако они посредством веры скоро сделались родными святых. Что было ближе иудеев к Богу? Однако же и они за неверие были отчуждены. Плотское родство есть дело природы необходимости. По нему мы все родные, потому что все родились от Адама, и по отношению к Адаму и Ною, и к общей всем матери земле, все мы друг другу родные в одинаковой степени. Твородство, достойно награды которой, разделяет нас от людей порочных. В этом отношении не все между собой родные, а только те, которые согласны по образу жизни. В этом отношении не того мы называем братом, кто родился от одной с нами матери, но того, кто оказывает одинаковую с нами ревность. Так и Христос, одних называя чадами Божьими, а других сынами дьявола, сынами противления, сынами гиены, сынами погибели. Так Тимофей по добродетели сделал со сыном Павла и наименован любимым чадом. А сына сестры Павловой мы не знаем и по имени. И хотя по плотскому рождению он был близок к Павлу, но никакой пользы не получил от этого. А Тимофей далек был и по плотскому рождению, и по месту жительства, как гражданин города Листры. Однако же стал ближе всех. Потому и мы постараемся сделаться сынами святых, и лучше сделаемся сынами Божиими. А что нам можно сделать сынами Божиими? Послушай, что сказано. «Будьте совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный» Матфея 5, 48. Потому и в молитве мы называем Бога Отцом, и тем напоминаем себе не только о благодати, но и о добродетели, чтобы нам не делать ничего недостойного такого родства. Но спросишь, как можно сделаться сыном Божиим, если ты свободен будешь от всех страстей, а по отношению к оскорбителям и обидчикам будешь вести себя кротко? Так и Отец Твой поступает с теми, которые хулят Его. И Христос, хотя и часто говорил о многих предметах, но нигде не говорил «Будьте подобными Отцу Вашему», но когда сказал «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас» Матфея 5, 44. Тогда упомянул и об этой награде за подвиг. «Ничто так нас не приближает к Богу и не делает подобными Нему, как это совершенство». Потому и Павел, когда говорил «Подражайте Богу», Ефесянам 5, 1 разумеет именно это. «Мы имеем нужду во всех добрых делах, но больше всего в человеколюбии и кротости, потому что и сами мы нуждаемся в человеколюбии. Так как мы каждый день много грешим, то и нужно нам много милосердия. Многого или мало оценивается не количеством подаваемого, а достатком подающего. Богатый пусть не думает о себе много, а бедный пусть не унывает, как подающий мало, потому что часто бедный подает и больше богатого. Вследствие бедности вам не следует считать себя несчастными, так как она дает нам возможность более удобно подавать милостыню. «Кто имеет у себя много, тот удерживается и высокомерием, и желанием приобрести больше, а кто имеет у себя мало, тот освобожден от мучительства обеих этих страстей, потому находит и больше случаев делать добро». Он без труда идет в тенницу, посещает больных, подает чашу холодной воды, а богачный, обменный своим богатством, не допустит себя до этого. «Итак, не сепляй на нищету, потому что нищета дает тебе большую возможность приобрести небо. Хотя бы ты и ничего не имел, но у тебя есть сострадательное сердце, и за это тебе готова награда». «Потому и Павел повелел плакать с плачущими» – Римлянам 12.15. «И с узниками общаться так бы и мы были с ними в узах» – Евреям 13.3. «Иметь многих состраждущих доставляет некоторое утешение не только плачущим, но и находящимся в других затруднительных обстоятельствах. Иногда одно слово может укрепить удрученного не меньше, чем деньги. И Бог повелел давать деньги нуждающимся не для того только, чтобы помогать им в нищете, но и для того, чтобы научить нас состраданию к бедствиям ближнего. А сребролюбец ненавистий не только потому, что презирает живущих с худости, но и потому, что сам привыкает к жестокости и бесчеловечию, а равнопрезирающий деньги для бедных тем и любезен, что милосердь и человеколюбив. И Христос, когда ублажает милостивых, ублажает и хвалит не просто подающих денежную милостыню, но делающих это с добрым расположением. Итак, будем иметь такое усердие к делам милосердия, и все блага последуют за этим. Имеющий человеколюбивое и милосердное расположение, если есть у него деньги, раздаст их. Если увидит кого-нибудь в несчастьях, станет плакать и проливать слезы. Если встретит обижаемого, заступится. Если найдет бедствующего, подаст ему руку. Имея сокровища благ, человеколюбивую и милосердную душу, он не зальет из нее все нужное для братья и получит все уготованные Богом награды. А чтобы и нам достигнуть их, прежде всего позаботимся сделать свое сердце кротким. Таким образом, и мы в этой жизни совершим много добрых дел, и сподобимся будущих венцов, достигнуть которых, да будет дано нам всем благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым и Отцу и Святому Духу слава держа во честь, ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Аминь.